Здравствуйте, дорогие читатели ММА Боксинг Итак, Джордж, вот вы сидите тут с друзьями Всегда ли вы были в таких отношениях, когда были соперниками за пояс чемпиона? Я так не думаю Как бы вы подружились с парнем, который вырубил вас прямой правой Или с другим, который едва промахнулся по вам своим левым хуком Который почти сломал мне шею, Джо Фрейзер Джо, вы когда-нибудь лазили? Как можно быть другом, человеком, который отправил меня в нокдаун 7 раз в первом бою И 6 раз в последнем бою И каждый вечер, когда мы встречались, он говорил мне, я хочу, чтобы ты молчал Так что приходилось молчать Я считаю, это были отличные бои И спустя столько лет, я скажу, что если бы мы смогли повторить их, то я бы это сделал Репортеры спрашивали меня, когда Мухаммед Али забрал у меня титул Нанес ли он мне ущерб в тот момент, когда я стоял с огромным черным глазом Полностью опухшим И они спросили, мне это больно? Так что я думаю, это пресно несло мне наибольший ущерб в тот момент Али, ты дрался с этими парнями, но твое лицо до сих пор как с картинкой Как ты сохранил его таким красивым? Верой в Господу Джордж, ты собираешься вернуться? Когда ты ушел из бокса, чем ты занимался в этот период времени? Ну, в основном я растил детей Я пытался уйти в отставку по телефону, но из этого ничего не вышло Так что я начал расти группу детей, и я стал проповедовать Господа Расскажите, как вы стали проповедником? Ну, это достаточно легко Последний соперник, которому я прыгал, Джим Янг Он выбил дьявола из меня И после этого решили проповедовать и обратиться в ослужение? Да, и это причина, почему мы сейчас путешествуем по стране, чтобы познакомить людей с другой стороной медали бокса Показать полнометражный фильм о нас, Джо Фрейзере, Мухаммеде Али и мне Не как о боксерках, а просто о людях Наши истории жизни скомпонованы в фильм И не можем рассказывать вам всего, вы сами все видите Естественно, Джо, вы также ушли в отставку 10 лет назад, но не ушли из бокса Чем вы занимаетесь? Все началось с того, что я каким-то образом вышел на ничью с последним соперником И моим детям не понравилось, как я выглядел после этого И как им я вышел из этой ничьи Так что они сказали, пап, тебе лучше завязывать Так что сейчас я работаю с молодым спортсменом Приближаются игры Олимпийские игры Так что мы с этим молодым человеком работаем крайне усердно Мы, мои сыновья Берт и Томми, они теперь промоутеры и помогают молодым талантам добиваться своих целей И где бы мне не хотели видеть люди, я езжу повсюду и помогаю в промоушене Я просто наслаждаюсь жизнью, в общем-то, и все Большинство из таких людей, как я, которые не особо осведомлены в боксе Строят свое впечатление об этом виде спорта, основываясь на фильме Рокки Достаточно ли Рокки реалистичной его тренировки? Мы считаем, что этот фильм был основан на жизни Джо Фрейзера И Мухаммеда Серьезно? Это постановка некоторых дней, которыми они сами жили Герой бегает по улицам родного района Джо Фрейзера Который, в свою очередь, когда-то работал в лавке мясника, как и главный герой А приезжал ли с Толуна к вам за советом, или... Он поступил крайне умно Он сделал вторую часть И приехал в Филадельфию Я так понял, он повидался с тобой Нет, я ни разу не встречался с ним, нет? Он взял Мухаммеда, Лайри и несколько других парней на кинопробы в Лос-Анджелес Но на самом деле это были не кинопробы, ему просто хотелось узнать побольше о нас Что из себя представляет боец Он умен Затем он сделал все эти кусочки, которые мы сделали на кинопробах И слепил из них полноценную картину И он не заплатил нам Да, он не заплатил, это так Ты попал в самую точку Али, ты величайший Как это получилось, что ты величайший чемпион в мире? Это просто мнение общественности Взращенный образ Я никогда по-настоящему не верил в это Вы не верили в это? И сейчас не верю Но вот я верю, он великий человек Безусловно, он встречался в бою со всеми сильнейшими, со всеми, кто взвал его Я почти был сбит Джо Фрейзером На волоске от поражения Так что великих не существует Вы побили этих двоих парней Вы побили этого парня Вы... Она дразнит нас Она хочет, чтобы я разозлился Это было веселье Но мы все дрались с Али А у нее получилось меня разозлить Любой, кто забирался на верхней строчке, встречался с ним Теперь же ты начинаешь меня злить Али обычно любил дразнить соперников стихами Много говорил и выходил за рамки Вы обычно делали это взглядом Но это не сработало на Мохаммеде Так что давайте забудем об этом Когда я попытался смотреть на него, он просто отвернулся от меня Я помню, когда я бил его так сильный В районе живота или бока Он посмотрел на меня и сказал Это все, на что ты способен, Сусына? Я хотел поднять свой палец сверху и спросить, как мне покинуть это здание Поверьте мне, если есть кто-нибудь, кого можно считать величайшим, кроме Джо Фрейза То я выберу Мохаммеда Али В основном из-за того, что он надрал мне задницу Вы большой мужчина, кажется, вы самый большой среди вас троих Самый большой, самый Но это не уберет голову меня от того, чтобы оказаться лежа на конвасе, понимаете? Подождите еще немного, парни, потому что сейчас я приглашу человека Который был голосом бокса более 40 лет Если говорить о боксе, то его можно нокаутировать одним взмахом полотенца Пожалуйста, встречайте, Гарри Карпентер Гарри, подвиньте их, рыботяг Я еле в лес Ну что, Гарри, эти парни дарят тебе прекрасные воспоминания Естественно Я окружен тремя величайшими чемпионами тяжелого веса моего времени Я имею в виду 70-е бокса Вот эти люди У них были величайшие бои, которые я когда-либо видел Вы занимались своим делом 40 лет Какое место занимает эти трои в истории бокса? Начнем с Джорджа Джордж обладает одной из мощнейших правок за все времена И один из наиболее... Прости, что скажу это... О, все, я ухожу от вас Аперкот, да? Совершенно верно, это был Кингстон, Ямайка, и этот удар буквально подбросил тебя Семь раз Теперь ты Если ты вспомнишь 1971, когда у тебя был один из самых великих боев с Алией, и ты победил его Только нескольким людям это удавалось И вы, сэр, в 1974 против Джорджа в Заире Вы, на мой взгляд, показали лучшее свое выступление, когда вы сработали от канатов И мы видели это, когда вы от канатов нокаутировали Джорджа Так что все вы трое сделали это друг с другом разными способами И мы все великие... Я говорил о боксе Вы все великие чемпионы Да и в любом случае, вряд ли кто-то не побоится поспорить с этим Мы сделаем это друг с другом Все они часть моей жизни, и я крайне горд быть частью их жизни Я имел счастье прожить лучшие моменты своей жизни с этим человеком и этими джентльменами И хотел бы я повторить их снова Ты уже думаешь вернуться, да? Думаешь? Али, что ты думаешь о Майке Тайсоне? Великолепен Он мощный, у него сильные удары Он настоящий панчер Если он попал по тебе, то у тебя неприятности Как бы вы бились против него? Постоянно двигаясь Измотал бы его И где-то в десятом раунде уже бы включился Вы слушаете его? Захвате Да, не забывайте про захват Да, мне бы тоже следовало попробовать Вы устали? Начали повторять за ним? Ой, если у меня появится такая возможность, что я извлеку из этого пользу Мухаммед научит меня паре своих трюков Я очень внимательно наблюдаю за Джо Фрейзером и Мухаммедом Али Вот эти двое и есть лучшие бойцы всех времен Есть тип боксера, как Джо Фрейзер Или как Мухаммед Али Нет такого типа, как Джош Формер Если я смогу имитировать оба этих типов в одном бою То смогу попить любого А если я смогу смешать их, то, возможно, буду величайшим Да ты уже весь вечер на это претендуешь Гарри, вот сидя с этими тремя великими парнями Но без Майка Тайсона Что ты можешь сказать о Майке Тайсоне? Майк Тайсон лучший в наши дни И это все, что можно сказать Общество всегда хочет сравнить бойцов разного времени Но все это не важно, на самом деле Чемпиону надо просто быть лучшим в свое время Тайсон сегодня лучший в свое время И пока что я могу сказать, что он идет по стопам Джорджа И не вижу на горизонте кого-нибудь, кто мог бы его побить Но эти джентльмены были лучшими в свое время Это что-то, чем им стоит гордиться Вы тоже Почему ты говоришь, был? Я все еще и являюсь На тот момент он был, пожалуй, самым любознательным репортером из всех Он умел каким-то особенным образом выступать, как будто от лица всей страны И он всегда был таким вежливым и настоящим джентльменом Что мы все с удовольствием давали ему интервью Выкладывали все, что он спрашивал А теперь мне хочется вмазать ему по челюсти Джо Фрейзер Вы до сих пор поете? Я до сих пор пою Я только недавно вернулся из другого города Где провел три дня Занимался там с одной молодой певицей В общем, хорошо провел там время Эти три дня Все было отлично Возможно, я даже спою небольшой отрезок Специально для присутствующих С гитарой Али, ты до сих пор пишешь стихи? Я написал один стих для шоу Серьезно? Что ж, Харри Ты сама видишь, как приятно просто посидеть с этими джентльменами Это просто фантастика Это просто вот что важно Так у вас был шанс пообщаться с ними перед боем? Или это предматчевые эмоции? Я бы не подошел ни на метр к боксеру вечером в бою Потому что это их личное пространство И ты не должен в нем присутствовать Но через два-три дня для них это будет большим удовольствием, так? И, конечно, то, что сказал Джош, это очень приятно Джош такой приятный человек Одновременно такой устрашающий на ринге Но при этом такой приятный И вот что он сказал Он побьет мистера Куни Тебе бы следовало сказать больше Так как я собираюсь достать и Май Тайсона тоже Это сказать уже потяжелее Тут я скажу, что три головы лучше, чем одна Джош, а это разумно выходить против Тайсона? Мы слышали столько ужасных вещей о нем Вы слышали ужасные вещи о Сане Листоне? 8 к 1 Мохаммед Али против Сани Листона по ставкам Все говорили, бедный парень, не калечь этого красавчика А затем мы видим Сани Листона с разбитым, опухшим лицом уже на конвасе И та же ситуация в бою Джорджа Формана против Мохаммеда Али Три к одному, четыре к одному Но он обхитрил меня Я мог бы его сдернуть, но он обхитрил меня Я мог его побить, но он провернул свой трюк для дураков с канатами Но оба вы по итогу поединка лежали на спине Обе ваших задницы оказались на конвасе Я считаю, что это неправильно Я хочу заявить на весь мир, что Мохаммед обманом увел у меня титул Он просто лег на канаты, а я как дурак пер на него весь раунд И когда я отошел, он меня вырубил Клянусь всем, я никогда не забуду этого Мохаммед, зачем ты это сделал со мной? Джентльмены, вы только что сделали этот день одним из самых важных в моей жизни И спасибо вам всем огромное за то, что пришли на шоу Джордж Форман, Джо Фрейзер, Мохаммед Али и Гарри Карпентер Перевод специально для MMA Boxing.ru АПЛОДИСМЕНТЫ